всем здравствуйте всех приветствую на канале герчик и коз с вами виктория сегодня будет обзор рынка форекс как всегда по понедельника мы с вами будем анализировать рынок технически и также пройдемся по новостному фону что у нас было на прошлой неделе да по новостям что следует ожидать на этой неделе эта неделя у нас будет сокращение сокращенная перед новым годом у нас пятницу во многих странах будет рождество и будет ранее закрытие рынка вообще что хочешь сказать да в принципе о волатильности сейчас на рынке все новости которые были на прошлой неделе были очень важные показатель там по процентной ставки уровень безработицы многие инструменты отработали но опять же все было отработано в канале то есть вот как инструменты стояли накопление начиная с доллар индекс все сейчас накопление так и остаются то есть многие ожидали именно выход из границ канала выход из канала все ожидали выброс объемов но этого не произошло активность была хорошая да волатильность была хорошая но не было обновление цен то есть вот как остались канале так и они торгуются что покажет на это это неделя нам мы пока естественно пока непонятно не знаем то есть если эта неделя нам показывает выход из канала да и обновления то это очень хорошо потому что сейчас многие инструменты торгуются возле очень сильных вот своих уровней когда есть действительно хороший торговый сигнал когда нужно открываться именно на пробои до границ на пробои уровней если это происходит то это будут отличные трейды отличные сигналы если нет то уже тогда следующая неделя именно в новом году уже нам будет показывать новые цены новую волатильность поэтому будем смотреть что будет происходить на этой неделе технически так как инструменты торгуются возле своих критических так сказать точек на прошлой неделе до по новостям сейчас пройдемся на сна неделя была очень насыщена были очень важные показатели давайте начнем с фунта до пола в англии у нас было прошло повышение процента ставки это разда индекс потребительских цен вышел выше ожидаемых уровень безработицы вышел ниже ожидаемых очень важные такие вот показатели вышли положить вышли положительно и очень хорошо сказались на валюте то есть на графике это было хорошо видно фунт у нас подрос индекс потребительских цен по канаде у нас вышел ниже ожидаемых канада у нас также пошла в рост это было хорошо видно кстати вся волатильность началась под конец недели в четверг пятницы примерно для все это было отработано в канале но были хорошие трейды были хорошие закоды потому что были все было все волатильность сделала вся волатильность была от уровней по процентной ставки у нас в швейцария сша европы вышли без изменений то есть процент на ставку не повышали не понижали именно единственно это фон и рубль вот рубль также было повышение процент на ставки но рублей у нас не пошел вниз он надо было упасть да то есть пошло потому что было укрепление рубля но этого не произошло мы торгуем технику смотрим что вообще происходит данный подох рубаль у нас был восходящей тренд но был сломан ещё на прошлой неделе я говорил об этом по долл и рубль уже нету тренды восходящих. Сейчас доллар-рубль торгуется в канале. И то, что он отработал вверх, ну, тут уже нужно смотреть, значит, те показатели в процентно-ставке, да, они были, они сыграли роль, так сказать, я думаю, вторично, наверное, перед этим были какие-то показатели, да, о которых мы не знаем. Поэтому сейчас нужно смотреть. Но я все-таки думаю, что рубль-доллар, доллар-рубль, он будет падать. Потому что там пока по технике все смотрится за шорт, если смотреть глобально на недельку. Ну, мы сейчас графиком перейдем с вами, будем смотреть. По евро у нас на прошлой неделе индекс делового климата в Германии вышли ниже ожидаемых. И индекс деловой активности по доллару также вышли ниже ожидаемых. Кстати, по доллару вообще хочу сказать именно фундаментально, пока ничего, ну, фундаментально нельзя сказать, что доллар будет прям расти, то есть без каких-то положительных данных, которые повлияют именно на рост доллара. Нету таких данных, то есть по доллару пока ничего вообще, то есть ничего, я бы сказала, ничего такого положительного, поэтому что индекс доллара вырос, да, немножко. Многие валюты могли тоже свою роль сыграть и Канада, и Австралия, и по иене были данные, также по Европе. Вот, поэтому нужно смотреть, будет ли на этой неделе доллар-индекс, да, выход из канала, пока непонятно. Ну, на недельке также, если смотреть глобально, да, пока все зарос по доллару. Ну, а вот фундаментально, я бы не сказала, что фундаментально у нас доллар смотрится в рост, именно по показателям, но учитывая, что сейчас Новый год, да, проценты розничных продаж, да, сейчас у хорошей активности, активности предновогодняя, да, в экономике сейчас во многих странах, поэтому если учитывать вот этот фактор, то возможно доллар и подрастет, да, но технически пока, пока ничего не могу сказать технически по доллару, именно по доллар-индекс, потому что там именно идет только подход к уровню, но мы не торгуемся вот здесь сильно в уровне. Ну, сейчас перейдем к графику, будем смотреть. На эту неделю, на эту неделю у нас будут данные ВВП за третий квартал по фунту и ВВП за третий квартал по доллару. А, ну, еще по доллару у нас будет индекс доверия потребителей за декабрь, тоже важный показатель. Вот это три новости, которые могут как-то повлиять на цену именно фундаментально, если, конечно же, повлияют. Но пока так, то есть, ну, активность на этой неделе, конечно же, я думаю, будет. Это крайняя неделя, поэтому нужно смотреть. По новостям особо сейчас не стоит переживать, все новости, которые важные, они уже прошли, сейчас только смотрим технику и ждем тех точек, от которых можно действительно заходить и торговать. Так, ну, по новостям прошлись, теперь переходим к графикам. Так, индекс доллара у нас. Так, ну вот смотрите, уровни также все остаются. 96,87 уровень сопротивления, 95,91 уровень поддержки. Да, вот был вот такой выкуп, просто резкий выкуп. Ну, почему здесь сейчас вообще не стоит что-либо открываться там в продаже или в покупке, потому что инструмент прошел 70 процентов своего ATAR. Вот, 70 процентов своего ATAR инструмент прошел. То есть, когда инструмент проходит больше 50%, мы не можем никуда открываться. Почему? Вот здесь мы сейчас не можем продать. Продать мы не можем, потому что рано, потому что инструмент может доработать свой АТАР. Но и покупать здесь мы не можем, потому что уже пройдено 70% от АТАР. Поэтому, что сейчас стоит ожидать по доллар-индексу? Либо мы ждем подход к уровню 96.87. Но, если мы сюда уже подойдем, мы здесь пройдем уже полностью весь АТАР. Но, так как это накопление и выход из накопления нам дает что? Обнуление АТАР. То есть, если мы закрепляемся вот здесь вот выше, на этой неделе закрываемся выше, пробиваем уровень, то у нас есть все шансы дальше пойти в рост. Потому что на недельке пока все, так же все остается, восходящий тренд. Есть куда идти, это ближайшая цель у нас 97.80. Поэтому будем смотреть. Вот здесь было закрытие далекое. Вот здесь вот было, практически не было никакого отката. То есть, не давали прям глубоко откатить. Вот здесь был выкуп. Пока все вроде технично смотрится за лонг. Но, опять же, только именно после подхода к уровню 96.87. И только тогда мы можем говорить, что можно инструмент покупать. Пока ничего внутри дня под доллар индекс. Потому что за продажу, вот я говорила, да, что у нас будет падение. Если будет здесь закрытие ниже, то мы продолжим свое падение. Но закрытие ниже не произошло, да. Здесь все выкупили. Здесь было, так сказать, было закрытие, да. Вот, считай, вот здесь на четырехчасовике смотреть. Было закрытие близко к уровню. Здесь было далекое закрытие. Здесь на последних силах сходили и пошел выкуп. Все, здесь никакого сигнала к продажам абсолютно никакого не было. Все, уже была торговля в лонговой зоне. То есть, вот в этой вот зоне. Поэтому сейчас индекс доллара нужно смотреть. Я все-таки полагаю, что хоть и фундаментально пока по доллару ничего такого прям хорошего нет. Но технично, в принципе, тут все смотрится пока за лонг. Если только подойдем к уровню 96.87. Во-первых, выход из накопления. Восходящий тренд. Ближний ретест. Все, то есть, уже три сигнала есть, чтобы открываться. Поэтому ждем. Но это есть с учетом сценария именно лонгового. Если шартовый, но тут уже тогда ломается картинка. Если не отсюда, да, с уровня 96.87 пойдут вниз, тут будет очень уже тяжело удержать именно покупателям. Именно с этой позиции. Тяжело будет даже именно поддержать, так сказать, цену и не дать глубоко упасть. Поэтому если продавать, то только после закрытия, опять же, вот уровня 95-91 здесь уже будет тяжелее покупателям просто поймать, так сказать, поймать инструмент, поймать цену. Поэтому я все-таки полагаю, будет рост, но нужно ждать. Нужно подождать. Пока внутри дня ничего. Доллар индекс. Так, евро-доллар. Евро-доллар у нас стоит на месте. Видите, да, вот у нас недельный график открыт. Уровень 1.12.53, вот он откуда взялся. Уровень излома. Вот он, уровень излома. Здесь откатный уровень, перелог ценный, зеркальный. Здесь также он неоднократно подтверждался на истории. Вот здесь вот, да. Вот здесь вот он, уровень проторговки. Здесь нет никакой реакции, да. То есть был ложный пробой. Немножечко сходили, проторговали в лонговой зоне и опять продажа. Пока вообще смотрится, да, если смотреть технически, да, евро. Это нисходящий тренд. Вот он, нисходящий тренд. Он есть, его не сломали. Разворота рынка не было. И сейчас вполне вероятно, что будет ближний ретест данного уровня. Что сейчас мы видим, да, закрытие ниже уровня. Вот у нас свеча недвижняя закрылась ниже уровня. И сейчас мы опять идем как бы на такой ретест, но только уже с зеркальной стороны. Понимаете, да. То есть вот здесь был отбой, именно в лонг получается. Сейчас мы идем вот такой возврат зеркальный. Возможно, сейчас мы здесь вот поторгуемся и уйдем вниз. И уровень 1.12.53 сейчас будет решающим уровнем. Это ближний ретест. Если на дневке смотреть, вот он уровень, откуда взялся. Вот он. Так, ну если точнее мы сейчас нарисуем, то будет вот так выглядеть. Да, вот он. То есть коснулись, да, здесь вот как бы ложный пробой нарисовали, сходили. Но ложный пробой, он не был, так сказать, до конца отработан. Не было такой глубокой коррекции, потому что это все-таки тренд. И эта торговля уйдется против тренда. Поэтому я думаю, что евро-доллар будет дальше падать. И фундаментально, кстати, по евро тоже есть показатели, которые могут сказаться на евро именно в продаже. Вот, пока смотрим. Ну вот если по АТР смотреть, евро, в евро вообще прошел 70... Ну, по евро сейчас пройдено 70% от АТР. Почему вот здесь вот, да, те, кто вот было сегодня открытие рынка, почему здесь было вообще неправильно вот отсюда продавать дальше? Да потому что здесь было уже пройдено больше 50%. То есть это нормально, что сейчас инструмент возвращается. Ему нужно вернуться, так сказать, забрать чуть-чуть от АРа, да, то есть вот здесь, который был пройден, так сказать, поднакопить. То есть сейчас мы видим, да, покупательное движение, но оно идет против вот такого глобального нисходящего движения. И это нормально. То есть если они хотят дальше идти вниз, им нужно здесь вот чуть-чуть потоптаться, чуть-чуть потоптаться возле данного уровня, да, чтобы поднакопить. И только потом мы можем идти. Я, кстати, вот все-таки ожидаю евро прямо в продаже. Я подожду, что вот они сейчас здесь нарисуют, и отсюда уже, может быть, буду продавать. Именно от уровня 1.12.61. Да. Вот здесь вот накопление, видите, вот про что я говорила. Вот накопление, вот инструмент, он сколько стоит, евро уже сколько стоит? С ноября? С ноября получается. Да, с ноября, 29 ноября мы стоим, получается, уже практически месяц накопления. Поэтому выход из накопления плюс тренд нисходящий, то есть, да, с хорошим сигналом в продаже. Но это опять же, если только мы нарисуем вот такую вот конфигурацию, да, зеркальную, да, и сможем вот здесь вот закрепиться ниже после вот этого движения, только после этого. Если нет, если мы закрываемся выше уровня, значит, инструмент показывает, что он не готов пока еще идти вниз по тренду. И будет, и инструмент опять зайдет вот в эту зону, в зону накопления вот между уровнями 1.13.85 и 1.12.61. То есть, будет пока торговаться здесь. Но я думаю, это навряд ли, потому что инструмент стоит уже месяц, месяц. Это довольно-таки долго для накопления. Поэтому я думаю, евро все-таки вот отсюда начнет свой трейд, свою реализацию и будут продажи. А ближайшая цель у нас по евро вообще есть куда падать. Это уровень 1.09.77. Да, ну, ближайшие, если смотреть прям вот так внутренне, внутри канала, то вот уровни 1.11.18. Вот ближайшая цель здесь. Ближний ретест, отработка вот этого канала, как раз-таки практически одинаковое расстояние. То есть, ожидать можно, ну, ставить цель вот сюда и ждать евро, когда начнутся продажи. То есть, технично будет, да, от уровня 1.12.61. Поэтому ждем. Так, фунт. Фунт у нас смотрится. Да, у нас вот был рост, да, вот он. От уровня 1.3193 уровень поддержки. Был рост, но тут же быстренько очень-очень продали все объемы вот здесь, которые были. Сейчас мы что наблюдаем по фунту? Ну, вот по фунту не особо сейчас прям так, более так однозначно смотрится. Например, по евро, да, лучше. Евро сейчас лучше, конечно же, смотрится в продаже, чем в фунт. Потому что по фунту и фундаментал очень сильные именно в положительную сторону. Поэтому по фунту сейчас как-то будет потяжелее. Да, они сейчас могут сходить. Торгуемся, во-первых, очень уже критическая точка. У нас 1.3193 уровень поддержки. И вот он откуда взялся. Вот здесь было касание. Здесь, здесь это зеркальный уровень. И, возможно, здесь мы сейчас, да, мы можем зайти вниз, то есть за уровень. За уровень, но мы можем также выкупить. То есть выкупить можем быстренько это движение. Опять зайти за уровень 1.3193. То есть здесь такое сейчас движение не особо как бы однозначное. То есть здесь и накопления-то особо такого нету, как по евро, да. Потому что по евро у нас есть хорошее накопление. Есть за счет чего идти. По фунту у нас просто, пока мы торгуемся возле уровня, просто вот такая вот волатильность у нас просто хорошая возле уровня поддержки. Мы можем сейчас просто зайти, нарисовать ложный пробой и вернуться за уровень. Что, скорее всего, они и проделывают. Поэтому по фунту я пока не могу сказать, что глобально фунт будет расти. Глобально нет. Но 3 дня тоже пока ничего. Здесь продавать уже бессмысленно, уже здесь все пройдено. Так, как по фунту у нас 200 пунктов от ар. Мы сейчас замерим, сколько уже было пройдено. А было пройдено, скорее всего, 50% от ар. Да, 50% пройдено. Поэтому здесь сейчас они могут нарисовать что-нибудь и опять уйти. И опять уйти до уровня на ритес. Вот он. Вот сюда могут прийти. 1,3369. Так, вот чуть пониже нарисую. Да, вот так будет правильно. Вот. И опять прийти к уровню 1,3369 и торговаться просто в канале. Вот по фунту пока я вижу это так. То есть по евро, если у нас прям хорошо смотрится именно продажи, по фунту, по фунту нет. По фунту у нас более так. Во-первых, здесь и зона такая, что зона тяжелая. Вот здесь вот если пробивать фунт, тяжелая зона, видите, вот здесь она не пустая. Поэтому по фунту я думаю, если даже они будут пробивать и будут продажи глобально по фунту. Но они с первого раза вот этот уровень не пробьют. 1,3193 они еще постоят. То есть пробития такого прям, пробития резкого, ну с первого раза точнее не будет. Поэтому по фунту я все-таки буду ждать. Смотреть, как вот здесь, что образует. Все-таки ложный пробой они образуют и зайдут за уровень. Либо они будут рисовать пробой, но опять же не с первого раза. И еще раз будет у нас реализация в зеркальную сторону от уровня 1,3193. Так, австралиец. Дальше идем. Австралиец у нас. Так, ну по Австралии у нас тоже как-то данных особо таких прям не было. Каких-то вообще положительных, по-моему, у нас по Австралии вообще не было данных. И особо не было каких-то таких показателей по Австралии у нас. Уровень безработицы, по-моему, у нас вышел положительный. Так, ну по Австралии если технично смотреть, технично, то АТАР вот здесь вот, да, у нас, если отмерять, от уровня прям, от уровня пройдено уже, да, нет, 50%, даже нет, 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 не 50, здесь у нас 100 пунктов пройдено, здесь больше 50. В общем, вот здесь вот пройдено больше 50% АТАР, больше 50%. Сейчас заходить в сделку неправильно. То есть, либо мы ждем, да, подход к уровню опять, вот он откуда взялся, излом движения, излом движения. Уровень 0,7108, мы ждем. Что он нам рисует? Либо мы сегодня закрываемся вот здесь ниже, опять подходим к уровню, что-то здесь рисуем, либо мы рисуем обратно заход в канал, да, либо мы просто рисуем вот такой релиз, да, и дальше падаем. То есть, либо так, либо так. Но сейчас торговать, сейчас, пока инструмент торгуется, видите, просто он зашел за уровень, но мы, ну, пока непонятно, он зашел именно на пробой или на ложный пробой. Я все-таки думаю, что по Австралии будет сохранен вот этот вот канал. Уровень, между уровнями 0,7226 и уровень 0,7108. Вот данный канал по Австралии будет сохранен. Почему? Потому что, во-первых, было вот такое движение. Очень хороший, крутой, нисходящий тренд. Его сломали, то есть его остановили резко вот таким вот паранормальным баром. Вот он. Вы купили, была хорошая коррекция, да, очень глубокая, достаточно глубокая коррекция. Здесь не особо были такие какие-то откаты глубокие, да. Я все-таки думаю, что вот здесь сейчас сидит крупный покупатель, крупный. И поэтому они сейчас держат, вот у них сейчас цель, да, удержать уровень 0,7108. Я думаю, они его удержат. Если смотреть на недельки, здесь тоже, видите, здесь идет бычье поглощение. Здесь поглотили просто вот движение, да, которое было. Остановили, поглотили. И сейчас, возможно, вот уровень 0,7108 они все-таки коснутся, да, и дальше вот. Ну и будет вот такой вот канал, вот как на истории вот здесь вот. Вот здесь вообще, здесь был торговый канал, флет. Вот он. Я думаю, здесь сейчас так же проделают. То есть на истории это видно. И, скорее всего, сейчас такая же будет ситуация по Австралии. Потому что падать вниз, как бы, ну, здесь нету тренда. По Австралии, по Австралии сейчас нету тренда. По Австралии просто идет движение, да, есть уровни хорошие. Ну, скорее всего, здесь просто будет просто образован канал по Австралии. Поэтому я ожидаю Австралию подход к уровню, ну, опять возврат 0,7108, да. И вот здесь уже что-то будут рисовать. Пока ничего. Внутри дня по Австралии ничего. Потому что больше 50% от АР уже пройдено. Так, по нефти у нас, нефть у нас, так, был рост, да, у нас по нефти. Опять же, только вот канал. Был, во-первых, разрыв цены у нас. Ну, разрыв цены, именно этот разрыв цены, он ничего не значит. Он был в канале, то есть в канале. Если был разрыв цены на пробой там или на ложный пробой, он был, имел был какую-то силу. Так вот этот разрыв в середине канала силы никакой не имеет. Так, ну, на недельке у нас восходящий тренд есть? Есть. Он не сломлен. То есть вот здесь было касание, далекое закрытие, опять возврат в канал, в ланговую зону. Здесь вот купили и опять идет на ретест. То есть сейчас это выглядит как ближний ретест. Но говорить, что глобально будет нефть падать, тоже нельзя. Потому что у нас сохраняется восходящий тренд. То есть мы ждем. Они могут сейчас закрыться ниже. Опять сходить в канал. Опять идти на ретест, опять зайти в канал. И вот тут вот могут дататься. Потому что здесь идет критическая точка. Это критическая точка. Уровень 7049 плюс трендовая линия – это критическая точка. Поэтому по нефти я не могу сейчас сказать, что глобально будет нефть падать. На месячном графике у нас, ну, медвежье поглощение, да, дальний ретест. Могут пробить нисходящий тренд? Могут. Могут. Да, могут. Но после того, как будет закрепление. То есть закрепление именно ниже уровня, именно ниже трендовой линии. Поэтому здесь сейчас ловить какие-то вот такие резкие движения, ну, опасно. Пока вот по нефти ничего не могу сказать. Только после закрепления, то есть закрытия, да, они немножко спустятся вниз. Опять, то есть должна произойти зеркалка. Именно отзеркаливание уровня, да, чтобы этот уровень стал сопротивлением. Вот когда он станет сопротивлением для нисходящего движения, тогда мы можем говорить о развороте рынка вообще. Пока мы не можем этого говорить, пока этого не произойдет. Поэтому по нефти пока тоже внутри дня ничего. Мы просто торгуемся возле критической точки. Это раз. Во-вторых, мы прошли уже, по нефти у нас АТАР идет, так, по нефти у нас АТАР, так, так, 5 долларов. Да, ну, здесь тоже уже пройдено, скорее всего, 5. А, ну да, здесь по нефти пройден АТАР уже полностью. Во-первых, здесь пройден уже АТАР. Продавать здесь все уже некуда. Покупать тоже рано, потому что не понять, что здесь сейчас будет происходить. Зона очень волатильная. Видите, что происходит здесь. Здесь резкие выкупы, здесь резкие выкупы, здесь резкие выкупы. Поэтому ждать надо. Опять, возвраты сюда. Либо все-таки они возвращаются сюда, но возвращаются не для того, чтобы идти в рост, а чтобы закрепиться и как сопротивление выступить. То есть, именно продавцы. Чтобы в этот уровень уже выступал как сопротивление. Поэтому ждем. По нефти пока подождем. Так, биткоин у нас. Биткоин у нас в продажах. В продажах. Да, я говорила, что он будет падать. Да. Биткоин вообще хорошо смотрится. Биткоин мне очень нравится. Вот она, ближайшая остановка будет по биткоину. Уровень 46.83. 46.832, да. Хороший. Вот сегодня, кстати, кто зашел. Вот надо уже заходить. Вот прям сегодня понедельник. Надо было вот прям на открытие рынка просто вот выставлять вот туда вот свой ордер. 46.832 и продавать. Отличная была бы сделка. Потому что биткоин падает. Во-первых, какие сигналы есть? У нас есть нисходящий тренд. Это раз. Во-вторых, у нас есть полностью обнуление ТАР. Потому что идет выход из накопления. Вот она. Инструмент стоял. Сейчас идет выход из накопления. Это два. В-третьих, идет ближний ретест уровня. Вот он. Выкупили и опять подошли. Это ближний ретест. Ну, все. Три сигнала уже. Уже отлично. И плюс АТАР. АТАР полностью можно пройти. По биткоину у нас 10 долларов. То есть полностью мы АТАР можем пройти. Так, АТАР у нас 10, 10, 10. А, ну даже 50% я выставила. Тейк на 50% от АТАР. Поэтому здесь, я думаю, скорее всего, биткоин сюда придет. Уровень 4875. Вот ожидаю биток на этом уровне. Поэтому пока биток в продаже. Так, далее идем. Далее. Далее. Так, не будем прям так задерживаться. Посмотрим быстренько еще. Так, натуральный газ, да? Натуральный газ у нас вообще стоит. Консолидация. Консолидация на уровне. То есть именно не накопление, а именно прям вот прям ходят по уровню, пилят его. Был разрыв. И, кстати, вот этот разрыв считается сейчас решающим. Это разрыв либо на ложный пробой, либо разрыв на пробой. Пока мы вот здесь не закрепимся, уровень 38394, то есть мы будем выступать. Либо этот уровень выступает сопротивлением для продавцов, либо он выступает также поддержкой для покупателей. То есть вот здесь такая борьба идет сейчас. И мы должны ждать. То есть по газу мы должны ждать. Потому что здесь был разрыв, здесь был выкуп, закрытие ниже. Сейчас опять идет подход. Подход для чего? Либо для закрепления идти, чтобы дальше, либо вообще просто заход опять в ванговую зону. И это будет вообще просто ложный пробой. Пока просто такой вот широкий канал по газу. 6.1398 до сопротивления. И уровень 38394 выступает уровнем поддержки. Так что смотрим по газу. Я даже не... Так, ну на месячном... На месячном... В принципе, они могут... Ну, опять же, пробивать этот уровень. Ну, не пробьют они с первого раза. Если даже будет падение опять по газу, да? Такое же волатильное, они не пробьют его с первого раза. Поэтому здесь вот то, что остановка, это нормально. И пока вообще непонятно, сколько мы будем здесь стоять. На этой неделе вопрос будет решиться, да, технически. Либо это уже будет с нового года. По газу тоже ничего пока. Вот так же, как и по нефти. Нужно ждать. Так, дальше идем. Дальше, дальше, дальше. Так, доллар-франк. Доллар-франк у нас... Мне, кстати, он понравился сегодня. Франк я смотрела. Вообще, конечно, бешеный вот такой вот флет. Просто волатильность нездоровая. Здесь только объемов на самом деле. Если будет выброс, будет очень хорошая реализация. Я думаю, что доллар-франк будет расти. Во-первых, ближний ретест. Да, у нас нету... Мы уже не говорим о тренде. То есть нету тренда по франку. Здесь просто идет канал. Во-первых, да, был ложный пробой. Вот он. По отношению к уровню 0.92.43. Вот он откуда взялся уровень. Вот здесь был откат. Здесь была остановка. Здесь был злом движения. Здесь был ложный пробой. Уровень есть. Уровень сильный. 0.92.43. Ложный пробой одним баром. Закрытие ниже. То есть как бы подтвердили, да, что ложный пробой. И тут же выгубь. То есть, во-первых, здесь сигнала два уже. Это ближний ретест. И это нереализация ложного пробоя. То есть когда идет нереализация ложного пробоя, опять идет ретест уровня. Это хороший, в принципе, сигнал на продолжение... На пробой. То есть на продолжение движения уже в лонговую зону. Поэтому я думаю, что франк будет расти. И вот здесь позиция, можно выставлять ордер, 0.92.43 на покупку. И ближайшая цель у нас будет 0.92.89 по франку. Да, я думаю, что в рамках этого канала инструмент произведет свою реализацию. А внутри дня, кстати, у нас уже и зарождается тренд по франку. Вот он. Вот первый его минимум по тренду. Если вот здесь закрепимся, закрытие вот здесь выше уровня 0.92.43, отличный будет заход по франку. Так, дальше идем. Доллар-иена. Доллар-иена не особо прям так все красиво. Вот доллар-франк по отношению к доллару, к базовой валюте, у нас все более красивее будет. Доллар-иена у нас нужно подождать. Все-таки она вот здесь вот запилена. Вот здесь вот уровень консолидации выступает. Был небольшой какой-то рост. Все-таки не было, да, вот на прошлой неделе, вот нам даже показывал доллар-иена, не было каких-то таких положительных, фундаментально сильных данных, которые прям очень сильно бы повлияли бы на доллар. Да, он вырос, доллар-иена, да, но не особо прям сильно. Тут же были продажи, да, следом пошли продажи. Поэтому по доллар-иену не особо прям так все красиво сейчас смотрится. Вот есть уровень 113,614, есть уровень 114,46. Также они все так же остаются. 112,71. Тренд у нас сохраняется по доллар-иене. Восходящий, да, здесь также все восходящий тренд. Вот здесь, если смотреть по доллар-иене, вот здесь вот закрытие выше уровня, видите, вот свеча, 113,614. Выше данного уровня, это в принципе можно сказать, что это будет пробой, но пробой он такой очень сложноватый. Только после небольшого, я думаю, отката. Потому что вот он откат. Если вот здесь, да, мы глубоко никуда не уйдем, то есть даже до середины канала, и опять вернемся к уровню 113,614, это будет выглядеть как ближний ретест и будет выглядеть как нереализация вот данного ложного пробоя. Потому что это выглядит как ложный пробой, закрытие ниже, да. Вот смотрим, все, закрытия на дневном графике не было. Если будет ниже и опять выкуп, то это будет в принципе хороший сигнал именно к покупке. АТАР здесь также за счет накопления, так как идет консолидация, АТАР есть. АТАР сейчас есть как в лонговую зону, так и в шортовую зону, то есть и в обе стороны. Поэтому иенов сейчас как бы, ну и смотрится тяжело. Ну, я думаю, что иена, да, будет рост все-таки в дне реализации вот здесь, вот именно ложного пробоя. И опять у нас будет торговля в лонговой зоне и подход к уровню 114,46. Потому что здесь подхода не было, видите, здесь было закрытие, закрытие далекое, так и не коснулись этого уровня. Ну, будем смотреть. Ну, доллар-иена, честно, пока внутри дня ничего, надо ждать. Сейчас, если что-то связано с долларом, сейчас торговать, лучше торговать доллар-канаду и доллар-франк. Они лучше смотрятся именно технически. Так, эфир. Эфир у нас в продаже, так же, как и биток. Но по эфиру немножечко все посложнее будет. По битку у нас есть куда идти, там такая хорошая зона, можно сказать, пустая. То есть там есть куда идти, есть хороший уровень поддержки. По эфиру же у нас есть, во-первых, восходящий тренд. Видите, здесь идет такой переломный момент. Уровень 38,91. Вот он, переломный. То есть было закрытие ниже. Нарисовали ложный пробой. Да, если не смотреть вот эту сторону, вот ее все это двинуть. Вот он. Ложный пробой. Ложный пробой. И опять возврат. Видите, то есть не реализация ложного пробоя, ближний ретест. Но ближайшая пока цель по эфиру это 36,45,19. Почему? Потому что, во-первых, когда идет разворот рынка, он никогда не идет резко. Он всегда идет с подтверждением в зеркальную сторону. То есть в зеркальную сторону именно трендовой линии. Поэтому пока я не ожидаю какого-то глубокого падения по эфиру, в отличие от биткоина. Я ожидаю все-таки падения до уровня 36,45,19. И здесь уже ждать. Вот все-таки лучше подождать и посмотреть. Они пройдут дальше, да, там закрепятся ниже. Либо они все-таки пойдут на возврат. И опять к возврату уровня 38,91. И отсюда уже будет прям хорошее такое падение. То есть нужно ждать. Пока я ожидаю эфир в продаже, но не на глубокое падение, так сказать. Вот здесь мы уже можем нарисовать вот такой тренд, который уже есть. То есть уже, уже можно сказать, что рынок потихонечку разворачивают. Да, а на недельке у нас, ну, неделька у нас тоже пока все, пока в продаже идет, все падает, да. И идет пробитие трендовой линии. Пока по эфиру так. Ну, эфир тоже, да, вот в пределах канала. Почему нет? Можно взять вот это движение. Ну, уже, конечно, заходить поздновато. Нужно было заходить вот от уровня 38,91. Но даже те, кто торгует внутри дня, можно нарисовать уровень. Так как в зоне мы уже находимся, в шортовой зоне. А это уже хорошо. И если внутри дня есть локальный уровень, мы можем заходить в продажу. Например, вот от уровня 37,65,81 мы также можем на эфире продать. Вот отсюда. Потому что зона уже шортовая именно на дневке. Так, дальше идем. Доллар-рубль. Так, ну вот про что я говорила, да. У нас был восходящий тренд по рублю. Вот он, восходящий тренд. Вот он. Почему его сломили? Во-первых, здесь уже был разворот рынка. Здесь было подтверждение, вот о каком подтверждении я говорю, да. Зеркальное подтверждение в противоположную сторону. Здесь была медвежья вот такая свеча, да. Ложный пробой, но возврат к уровню. И сейчас мы опять смотрим. Либо у нас идет нереализация, да, ложного пробоя данного вот в шортовую зону. Либо мы все-таки подтверждаем ложный пробой еще одним ложным пробоем. Потому что вообще у нас сегодня был с гэпом открытие по рублю. Вот он гэп. Мы все-таки делаем, либо у нас гэп был на ложный пробой. Вот, ложный пробой и возврат в шортовую зону. Это под уровень 74.15.31. Либо у нас будет пробой уровня. Мы вернемся сюда, коснемся, да, и опять, точнее не опять, а уйдем дальше пробивать уровень. То есть вот здесь вот, да, уровень, если они пробьют, то мы дальше увидим рубль-доллар. Доллар-рубль, точнее, на уровне 75.07.03. Но я думаю, этого не будет, потому что здесь идет уже разворот рынка, именно восходящего тренда, разворот восходящего тренда. Поэтому я доллар-рубль ожидаю в продаже. Я ожидаю его на минимум, это на уровне 73.21.52. И фундаментально также доллар-рубль смотрится в продаже. Здесь на недельке у нас была последняя свеча более половины АТАР. Когда у нас идет последняя свеча в канале, закрытие ближе к уровню, более закрытие АТАР, объем именно самой свечи, это все, скорее всего, будет отбой, либо ложный пробой. Здесь мы видим ложный пробой, да, вот он, одним баром. Здесь закрытие, здесь, да, закрытие ниже. Здесь пока мы просто торгуемся, но в середине канала не особо такая хорошая, честно, зона, если смотреть на недельки. Ну, хотя уровень, вот он есть, вот он, 74.15.31, вот он, откуда взялся уровень отката. Вот здесь вот уровень отката. Здесь он, конечно, жутко запилен, но если здесь смотреть, он более четко отображен. Поэтому я ожидаю, что доллар-рубль просто, вот сейчас, во-первых, он торгуется в канале, и я думаю, что он будет падать. И ближайшая цель, это вот 73.21.52. Если здесь будет закрытие ниже, то ближайшее падение тогда ожидаю на уровне 72.28.66. Сейчас как раз, ну, вот Новый год, потому что предновогодняя суета, поэтому, скорее всего, так сейчас именно рубль себя и ведет. Но фундаментально он не смотрится пока, фундаментально, доллар, именно пара доллар-рубль, фундаментально сейчас не смотрится в рост. Поэтому я ожидаю падения и технично, и фундаментально. Так, доллар-канадец. Доллар-канадец, ну, здесь вот тоже, кто уже зашел, молодцы, потому что уже далековато. Это шли, доллар-канадец очень хорошо смотрится, мне нравится, как и доллар-франк, смотрится в рост. Почему в рост? Потому что доллар-канадец, во-первых, у нас есть канал, это уровень, да, вот он, канал, да, и в рамках этого канала у нас есть восходящий тренд. Вот он, восходящий тренд. Почему вот я рисую, да, именно прям вот по свечам? Здесь было потому, что вот такой вот задерг против тренда он называется, такой глубокий задерг против тренда. Здесь было ложное пробитие, ложное пробитие уровня, также и ложное пробитие трендовой линии. Вот он уровень, 1,2797, вот он откуда взялся, уровень излома, вот он. Его мы пробили, да, опять коснулись, да, был отбой от уровня, от уровня и от трендовой линии, вот хорошая-хорошая пошла реализация покупок. Дальше уровень у нас идет 1,2892, ложный пробой одним баром, вот он, прошли, но пошла нереализация, то есть возврат опять к уровню, это ближний ретест, нереализация ложного пробоя, очень отличный хороший сигнал на продолжение движения, то есть на пробой. Поэтому канадец я, канадец я ожидаю в покупке и фундаментально он в покупке смотрится, также технично. Ближайшая цель по Канаде у нас 1,31,129, вот здесь я ожидаю ближайшую остановку, если здесь будет закрытие выше, да, и на продолжение, то ближайшая уже остановочка будет у нас 1,33,23, вот здесь вот я ожидаю канадец. Во-первых, у нас и восходящий тренд есть, да, у нас есть выход из накопления, что даст нам выброс объема, потому что накопление уже сколько, у нас в Канаде очень долго уже стоит, если в таком, смотрите, если только в широком канале, вот так вот глобально, то стоит, вот, ну а вообще глобально еще плюс у нас восходящий тренд, поэтому здесь прям по Канаде все смотрится хорошо. По АТАР у нас, по АТАР, если идет обнуление, выход из накопления, плюс ближний ретест у нас, а, даже немножко далековато выше, вообще 170 пунктов АТАР по Канаде у нас, 170. Так, ну 1,30,64 примерно будет остановочка, но так как и в Олесе будет высокая волатильность, да, там расчет на ложный пробой или там на пробой, то АТАР может пройти чуть-чуть побольше, но по технике, конечно, правильно, по правилам ставить АТАР, там 90% от АТАР прибыль, да, например, если вы хотите взять полностью все движение, ну никак не больше. То есть все движение всегда, как бы, это, если даже и получается, то очень редко, то есть вы всегда, если отщипываете это движение, там 30% от движения, 50% от движения, там 70, это уже хорошо, это просто отличная сделка получается. Поэтому ближайшая цель, я считаю, что 1,30,1,129, но если по правилам, да, выставлять АТАР, то чуть-чуть ниже можно выставить цель. Поэтому по Канаде я ожидаю рост, да, технично все пока за рост. Так, Новозеландия смотрим и на сегодня у нас все, на сегодня все, да, Новозеландия. Так, также у нас корреляция идет, да, естественно, тут у нас идет отрицательная корреляция доллар-канадий, кстати, вот сейчас идет здоровая волатильность, доллар-канадий у нас идет рост, Новозеландия у нас идет в продаже. Я говорила еще и про продавать Новозеландию, Новозеландицы на прошлой неделе, во-первых, здесь есть и тренд, да, нисходящий, вот он, вот он тренд нисходящий. Ближайшая цель по Новозеландцу у нас 0.6533. Уровень был пробит. Здесь потоптались, образовали накопление под уровнем. И идет реализация пробоя. То есть выход из накопления. Вот из этого. Хорошо было бы заходить сегодня от уровня 0.6731 по канадцу и продавать. Это по канадцу я ожидаю дальнейшее падение. А если по АТАР смотреть, канадец у нас ходит. Так, канадец у нас ходит 130-140. Если смотреть не отсюда, чтобы было накопление. А от уровня именно вот отсюда. То есть выход из накопления 130-140. Как раз чуть-чуть, даже чуть выше цель получается. Примерно вот здесь. 0.65930 примерно цель по Киеве. Тут неровная линия. Конечно, на дневном графике на понедельке вы ее ровно нарисовала. А вот на дневке она как-то сдвинулась. Так, сейчас посмотрим. Так, да, вот он у нас тренд. В принципе, красивый, рисуется хорошо. Вот они у нас максимумы, максимумы и максимумы. Вот они. Да, Новоселандия у нас идет в продаже. Так, ну все, на сегодня все. Вот примерно вот такие у нас прогнозы на эту неделю. Сигналы есть. В принципе, рынок сейчас неплохой. Торговать можно. Так. Всем спасибо, кто посмотрел данное видео. Я думаю, данное видео будет полезно тем, кто торгует Форекс. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, с 2022 годом. Всем счастья, всем успешной торговли, всем хороших сделок. И до встречи в новых видео до понедельника. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok